Готовим шашлык по узбекскому рецепту. Друзья, всех приветствую. Всех ассалам алейкум. Вы на канале Шеф Готовит. С вами я, Мухаммад Муртузалиев. И в первую очередь хочу поздравить всех мусульман с прошедшим праздником Ураза Байрам. У нас был священный месяц Рамадан. Мы держали пост. Видео снимать не получалось. И вот сегодня выйдет очень крутой рецепт. Я буду готовить шашлык в узбекском маринаде. Желаю вам приятного просмотра. Начинаем. В общем, у нас сейчас наступает сезон шашлыков. И есть у меня товарищ один, он повар с Узбекистана. И я у него попросил рецепт маринада шашлыка в узбекском стиле. Так что для маринада нам потребуются вот такие вот следующие специи. Это молотый кориандр, соль, молотый черный перец, красный жгучий перец и молотая зира. В общем, вот такая вот смесь из пяти специй. Также нам понадобится газированная вода и лук. Наконец-то приехали мои долгожданные ножи. Выглядят они, конечно, очень так фантастически. Мне нравится. Вы все время пишите в комментариях, шеф, у тебя плохие ножи, плохой нож. Вот я заказал себе новые ножи, очень крутые. Сейчас будем смотреть, как они в работе себя проявят. Ну, в руке держать очень даже удобно. Мясо сегодня у нас вот такого вот барашки замечательного. Барашка сама по себе очень жирная. И я хочу удалить лишний жир, чтобы он не горел в процессе. Я не знаю, что он не горел в процессе, чтобы он не горел в процессе. друзья вы все любите кулинарный контент все смотрите как готовят разные блогеры футблогеры которые делятся с вами рецептами я уверен что и вы попробуйте повторять всякие рецепты и умеете готовить так как вам интересен такой контент как вы думаете куда можно использовать вот этот жир напишите в комментариях а мне будет интересно почитать так вместе с жиром на ножке тут есть нескольких местах лимфоузлы и один из них находится внутри сейчас мы удалим все лимфоузлы и тот что внутри тоже уберем они нам не нужны вот кстати один из них смотрите какой большой лимфоузел здесь у нас сейчас я вам покажу его зацепиться хочу аккуратно вот так действую аккуратно потому что нож острый как бритва вот такой вот большой лимфоузел после того как я разрезал лимфоузел протру нож потому что лимфоузла не такие чуть запахом вот от них есть весь тот запах от баранины которые многие люди просто ну на дух не переваривают удаляйте лимфоузлы и вашим барашка не будет плохо пахнуть теперь начинаем отделять мякоть от кости а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вот такая вот у нас костяшка получилась. Будем использовать ее на хороший бульон. И вот столько вот отходов жира получилось. Тоже к нам они не потребуются для шашлыка. Но мне будет интересно почитать ваши комментарии, куда этот жир можно использовать. За эту целую ножку барашки я отдал 3500 рублей. Вот столько у нас получилось чистой мякоти. Посмотрим, сколько получится из этого шампуров шашлыка. Специи-то у меня здесь на рублей 100. И дальше посмотрите, сколько стоит шампур баранины в ресторане. А у меня ушло 3500 рублей. И плюс еще у меня есть кость, хорошая мясная кость на бульон. И много бараньего жира. Сейчас подготовим мякоть для того, чтобы ее замариновать. Нарежем ее на кусочки. Такие примерно одинаковые. Будем нарезать под углом. Под углом, чтобы равномернее она прожаривалась. Под углом, чтобы равномернее она прожарилась. Под углом, чтобы равномернее она прожарилась. Пришло время добавлять специи. Мясо у нас порционно нарезано, подготовлено. Теперь будем мариновать. Повторяю, у нас сегодня шашлык из баранины в узбекском стиле. Берем кориандр, зира, красный жгучий перец. Его немного. Соль. И молотый перец. Кстати, баранина очень любит и дружит с черным молотым перцем. И вообще с перцем. Теперь нам потребуется одна хорошая луковица. Обратите внимание, как легко скользит лезвие по продукту. Я даже усилий не прилагаю. Это очень серьезный универсальный шеф-нож, который меня, честно сказать, приятно удивляет. Сталь VG10 шикарно справляется со своей работой. Кстати, это одна из самых лучших сталей, которая вообще может быть для кухонного ножа. Сейчас нам осталось добавить только один ингредиент сюда. И это газированная вода. Но прежде чем мы ее добавим, мы хорошенько это все замешаем прямо вот так голыми руками. Делаем вот такой вот массаж нашей баранины. Вы обратили внимание, дорогие мои друзья, как толсто я нарезал лук? Это не просто так, я вам скажу. Нарезал я его так толсто. Для чего? Для того, чтобы когда мы жарили наш будущий иншала шашлык, чтобы они легко отсоединялись от него, чтобы не горели на нем, не пригорали, чтобы мы могли аккуратно лук удалить. Вообще, какую роль играет лук в шашлыке с бараниной? Он играет довольно-таки ключевую роль. Он дает особый аромат шашлыку, сочность. И вот этот неповторимый вот запах, как лук, ни одна спица не даст. Все, мы хорошенько сделали массаж. Теперь осталось залить газировку. Добавляем воду с газом, минеральную воду. Так, совсем немного. Для чего это делается? Это делается для дополнительной сочности и мягкости нашего будущего шашлыка. Нам нужно, чтобы наше мясо попило эту газированную воду, эту минеральную воду, и стало за счет этого еще вкуснее, мягче и сочнее. Пока наша баранина будет мариноваться, мы ее сейчас уберем в сторону и подготовим мангал. Это у нас масло, чтобы бумага лучше горела, дольше горела. Но не виноват. Причем. Афгуст. Причем. Афгуст. тагир готовим шашлыки сегодня по узбекскому рецепту ты всегда можешь сюрприз какой-то для тех зрителей кто не знаком с тагиром это мой старший двоюродный брат у тагира есть свой канал на ю тубе называется king cooking обязательно ссылку оставлю в описании переходите смотрите знакомьтесь с творчество моего брата мы как-то у раз готовили уже с ним у меня на канале у тебя на канале да кстати сколько сейчас подписчиков это 83 по 80 тысячи подписчиков а это уже значит что серебряная кнопка не за горами я надеюсь моя аудитория поможет тебе поскорее добраться до это за золотой медаль сказать тебе до миллиона нужно пока его взял да надо включиться в работу ну что тагир поможешь мне насадить на шампур мясо как тебе запах шикарный ты готовил с таким маринадом сосуде я пробовал а ты в узбекистане был скажи вот узбекистанская кухня это вообще я считаю что узбекская кухня она вообще не уступает ни одной кухне мира мира да ребята когда я-то сам еще ни разу мне не доводилось побывать в узбекистане но я наслышан от людей которые там были мои знакомые друзья они говорили что там невероятно просто вкусно очень надо будет съездить лично проверить так я пока помою овощи и Подготовлю красный лук, чтобы замешать его с уксусом. Продолжение следует... Мелко нарежу кинзу и добавлю ее в красный лук. Добавим немного уксуса. Продолжение следует... Я от вас жду обязательно лайк и подписку на мой канал. Кто поставит лайк и подписчится, уверен, у того в скором времени будет вот такая же обстановка в огороде. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Подготовим овощную нарезку. это классика у нас овощная нарезка дагестанский сыр до семья как тебе ножи и красивые да это линейка самурай тагир от бренда барк честно сказать очень красивые и крутые ножи тагир это у тебя в руках нож абсолютно ручной работы отечественный производитель кузнец с 20-летним стажем и лезвия и 67 слоев дамасской белой стали так что это тебе не шутки ну да я тескать почувствовал и удобные и мощные никаких усилий я долго выбирал ножи ножи от бренда барк это те ножи за рекомендацию которых мне никогда не придется краснеть я вам это с уверенностью заявляет он тагир смотри на секундочку просто один момент хочу показать на самом деле как бритва слушаю можно себе такие заказать между прочим очень шикарно все с легкостью мне кажется с тобой мне кажется где еще один момент мне продолжил мне еще раз мне 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 вот мне Наш шашлык уже готов. Тандыр держи. Вот такой вот тебе шампур аккуратненький. Тагир возьми лук с себе чуть-чуть. Давай еще поставлю. Вот так вот. Я думаю как в фильмах прям шампура покушать. Бисмилля пробуем. Кепку на рапе вернусь. Вот так вот. Вот так вот. Лук с уксуса. Это очень вкусно. Официальный сезон шашлыков открыт. Опа. Сыр. Так я беру сыр. Сейчас я лук покушаю точно как мой папа кушает. И так. И так. И так. И так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Линейка Samurai Доказывайте в подарок своим друзьям, родственникам Я думаю, я бы, честно сказать, обрадовался такому подарку Ну, а на этой шашлычной вкусной ноте мы с вами этот видео-рецепт завершаем и не прощаемся, говорим до новых встреч, да? Скоро, думаю, увидимся, Анишала. Обязательно оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До полмиллиона аудитории осталось совсем немного, так что поддержите, пожалуйста. Всех обнял, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что, друзья, пробуйте, делайте.